Добрый день, дорогие друзья! С вами Профиматика и я Игорь Уков. Недавно в профильном ЕГЭ по математике появилась новая задача. Задача номер два. И пока на самом деле достаточно плохо известно, что же это такое. Но, несмотря на это, если покопаться в демо-версии, покопаться в кодификаторе и в спецификациях, то на самом деле можно составить себе представление, что это будет за задача, и, соответственно, какими навыками нужно обладать, чтобы с этой задачей справиться. Так давайте и мы сегодня, во-первых, посмотрим, какие прототипы этой задачи существуют, а во-вторых, давайте с вами посмотрим, какие навыки нам необходимы для того, чтобы эту задачу решать. Итак, ну давайте посмотрим, что мы видим. Если брать вырезки из демо-версии, то нам говорят, что эта задача на умение оперировать понятиями прямоугольной системы координат, вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между векторами, умение пользоваться векторным и координатным методом для решения геометрических задач и задач других учебных предметов. Вот на самом деле это те навыки, какие отсюда можно сделать выводы. Ну, на самом деле четко кажется, что если нас просят векторное произведение, то мы будем работать с векторами не только на плоскости, но и в пространстве. Вот. Какие там могут быть задачи? Ну, как минимум, мы должны с вами уметь находить координаты вектора, находить координаты суммы векторов, скалярное векторное произведение, угол между векторами. Вот. Если посмотреть дальше, то от нас требует умение оперировать понятия, это я смотрю уже ниже, то есть проверяемые предметные результаты. Умение оперировать понятиями вектор, координаты вектора, сумма векторов, произведение векторного числа, скалярное произведение, угол между векторами. Вот. И здесь известно, что уровень сложности у нас будет базовый, максимальный балл 1, примерное время выполнения на базовом уровне 5 минут, на профильном уровне 3 минуты. То есть подразумевается, что на самом деле это будет не очень сложная задача, а на базовом уровне, базовый уровень на самом деле в профильном ЕГЭ задач всего 7 штук, поэтому мы не ждем здесь сложную задачу. Но все же вот ряд навыков нам нужно освоить, и на самом деле самый лучший способ это сделать, это вот один раз пройти все, что нужно знать про векторы в рамках школьной программы, и хорошая новость для вас, что все это можно сделать за на самом деле один вебинар, и мы такой вебинар устраиваем, это закрытый вебинар профиматики по вторым задачам. Вот на него можно зарегистрироваться по QR-коду или по ссылочке в описании. Регистрируйтесь, приходите, 10 сентября в воскресенье мы для вас этот закрытый вебинар проведем, ну и собственно как раз пройдем все, что нужно знать. А сейчас давайте мы с вами обсудим две задачи, которые были в демо-версии, и как раз посмотрим, ну как решаются те задачи, которые нам предложили составители. Итак, первая задача, на координатной плоскости изображены векторы а и b, найдите скалярное произведение вектора а умножить на вектор b. Значит, что здесь нам нужно знать? Что если мы с вами хотим скалярно перемножить вектор а и вектор b, то формулы у нас есть здесь две. Это либо произведение длин векторов на кость на с угла между ними, а еще есть другая формула, и пользоваться мы будем ей. Вот если у вектора а координаты x и y, давайте считать x1, y1, а у вектора b координаты x2, y2, то мы с вами смело можем сказать, что скалярное произведение вектора а на вектор b будет произведение x1 на x2 плюс y1 на y2. То есть на самом деле скалярное произведение это попарное произведение соответствующих координат. Если бы у нас были векторы в пространстве, у нас бы добавилось еще z1 и z2, и мы бы к скалярному произведению прибавили плюс z1, плюс z2. Тогда, если мы с вами найдем координаты вектора а и координаты вектора b, то задача, на самом деле, по нахождению скалярного произведения превратится в очень простую. Как найти координаты вектора а? Надо найти начало вектора, координаты начала и координаты конца. Какие координаты начала? 1, 2. Ну, то есть мы смотрим координату по оси x, потом пишем координату по оси y. Какие координаты у конца вектора? Значит, здесь нам нужно с вами определить координату начала и конца, точнее, x в y координату конца вектора. Значит, у нас по x будет 5, по y у нас будет, кажется, 8. Да, 8. Значит, 5, 8. Ну, и тогда я могу сказать, что координаты вектора а я должен из 5 вычесть единичку, а из 8 вычесть 2. То есть из конца я вычитаю начало. Получается, что вектор а у меня имеет координаты, какие? 4 и 6. Какой вообще смысл у этих координат? На самом деле, это значит, что если мы возьмем с вами начало вектора и сдвинемся на 4 единички по оси x и на 6 единичек по оси y, то мы придем в конец вектора. То же самое проделаем с вектором b. Значит, для этого нам нужно определить, давайте я возьму другой цвет, определяем координаты начала вектора 2, ну, это будет тоже 5. Это будет 5 по x и 5 по y. 5, 5. А какие координаты, соответственно, у конца вектора? По x мы сдвинемся, значит, у нас было 5, и мы сдвинулись еще на 6 единичек, это будет 11. Ну, а по y это будет 3. И тогда, если мы с вами говорим про координаты вектора b, то я должен из 11 вычесть 5, а из 3 вычесть тоже 5. И получается тогда, что вектор b у меня имеет координаты 6 и минус 2. Вот. То есть здесь мы сдвинулись на 6 клеточек по x и на 2 клеточки вниз по y. Мы получили координаты вектора a и вектора b, ну, и теперь скалярное произведение это 4 умножить на 6, плюс 6 умножить на минус 2. Ну, и получается 24 минус 12. А 24 минус 12 это у нас просто-напросто 12. Вот такая вот задача на скалярное произведение. Ну, и мне кажется, что если вам дать какую-то похожую задачу, вы вполне с ней исправитесь. Давайте посмотрим на еще один прототип. В этой задаче нам с вами дали сразу 3 вектора и просят найти длину вектора a минус b плюс c. У этой задачи мы посмотрим два решения. Давайте начнем, на самом деле, с просто геометрического решения. Нарисуем каждый из векторов. Вот у нас будет вектор a, он у нас будет вот таким красненьким. Это вектор, который начинается из точки 0,0 и идет в точку 1,2. Дальше нарисуем вектор b. Пусть он у нас будет синим. Это вектор, который идет из точки 0,0 по x на минус 3, а по y на 6 вверх. То есть это получается вот такой вот вектор. Так, сейчас. Вот такой вот вектор. И, наконец, вектор c. 4,2, пусть он будет у нас оранжевым. Это тоже из 0,0. 4 клеточки по оси x. Ну и, собственно, 2 клеточки вниз по y. Вот это давайте подпишем. Значит, это у нас вектор c. Вот это у нас вектор b. Ну и, соответственно, вот у нас с вами вектор a. Что же такое будет вектор a-b-c? Ну, давайте начнем с того, что, значит, возьмем, например, и сложим вектор a и вектор c. То есть для этого я переношу. Значит, что я делаю? Я переношу начало вектора c в конец вектора a. Ну и получается у меня, на самом деле, получается у меня, что вот я перенес вектор c. И тогда для меня результирующий вектор он будет каким? Ну, давайте пусть он будет фиолетовым. Вот получается... Так, сейчас, секунду. Вот получается у нас с вами вот такой вот вектор. Он прям идет по оси x. А теперь мне нужно отсюда вычесть b. b. Как я могу это сделать? Значит, если вектор b у меня вот такой синий, то я на самом деле легко могу построить вектор минус b. Чтобы построить вектор минус b, мне на самом деле нужно просто перенаправить вектор b. Я могу это сделать вот так. Я могу сказать, что вектор а минус b начинает с этой точки и идет вот в этом направлении. Вот. Ну и тогда суммы вектора b и вектора... Давайте я подпишу, что это вектор а плюс вектор c. Это, соответственно, вот такой вот вектор, который идет из начала вектора b в конец вектора а плюс c. Точнее, из начала вектора минус b в конец вектора а плюс c. Давайте его проведем. Соответственно, вот он у нас. То есть, то зеленое, что я сейчас построил, это... это и есть вектор а минус b плюс c. Ну и теперь я могу найти длину этого вектора, например, по теореме Пифагора. Я просто строю вот такой вот прямоугольный треугольник. Так, у меня... Так, сейчас не получается меня ровно провести. Вот, раз. Дальше вот два. Вот у меня два катета. Этот катет у меня шесть. Этот катет у меня получается восемь. Ну и тогда гептенуза у меня значит, это первый способ. Длина вектора а минус b плюс c это просто корень из 6 в квадрате плюс 8 в квадрате, то есть 36 плюс 64 корень из 100, то есть просто 10. Вот это на самом деле способ, связанный с геометрическим построением. Но, конечно же, мы можем решать эту задачу и по-другому. Мы с вами на самом деле можем вспомнить, что если я хочу посчитать координаты вектора а минус b плюс c, то координаты такого вектора это на самом деле просто я должен совершить с координатами x и y те же самые действия. То есть я беру координату вектора а, вычитаю из нее координату вектора b и добавляю координату вектора c плюс 4. Ну и у меня получается, так, простите, значит, мне сейчас, правда, места немножко будет не хватать. Плюс 4. Ну и дальше давайте пропишем, что с y происходит то же самое. Я беру 2, вычитаю из двойки минус 6 и прибавляю минус 2. Вот получаются координаты вектора а минус b плюс c. Тогда а минус b плюс c значит у меня имеет координаты считаем 1 1 плюс 3 плюс 4 это 8. Ну а 2 минус 6 минус 2 это минус 6. На самом деле это очень похоже. Мы действительно вот с этой точки чтобы попасть в это должны пройти 8 по y и спуститься на 6 по x. Вот. Ну а дальше мы знаем, что длина вектора если у меня есть какой-то вектор я знаю его координаты то длина этого вектора это сумма квадратов его координат. То есть корень точнее корень квадратный корень квадратный из суммы его координат. То есть я должен 8 в квадрате плюс минус 6 в квадрате посчитать. Ну и я достаточно легко получаю что это у нас 10. Вот. Вот такой вот способ решить эту задачу. Ну и согласитесь друзья, что сами эти задачи достаточно несложны и их вполне можно научиться решать. Вот. Ну а если вам хочется заранее начать готовиться к этой задаче и узнать какие там ну что нужно знать про всю эту задачу про многообразие теории которые необходимы для решения задачи то приглашаю вас на наш закрытый вебинар 10 сентября. Регистрируйтесь приходите и там мы уже очень подробно поговорим про необходимые теории для решения задачи номер 2 мне кажется что после этого вебинара у вас будет полное понимание как решать задачу номер 2 на профильном игре. С вами был канал профиматика Игорь Уколов математика будет понятной особенно если смотрите на нашем канале что собственно я вам и желаю делать так же до новых встреч и пока пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok